Музыка Проректор Ингу Зяудин Батыгов трудится на благо родного вуза уже много лет. Он один из тех, кто стоял у истоков Ингурской альмаматор. Тернистый путь становления Ингу проректор вспоминает с особым трепетом. 23 апреля 1994 года постановлением правительства России создан Ингурский государственный университет. Уже в сентябре того же года Ингу принял своих первых студентов. Первый набор состоял из семи специальностей на тот момент. Это было два факультета гуманитарных дисциплин и негуманитарных дисциплин. Это было несколько кафедр, небольшое количество профессорского преподавателя состава. Это был, правда, очень умудренный опытом контингент людей, проработавший и во Владикавказе, и в Грозном. Первый корпус университета располагался в здании бывших казарм Старопольского летнего училища в станице Аджоникидзовской, ныне города Сунжи. Со временем число студентов росло, но отсутствие материально-технической базы не мешало преподавательскому составу выпускать грамотных специалистов. Буквально на прошлой неделе на базе университета открылся Национальный инжиниринговый центр инноваций и технологий. Три лаборатории, оснащенные самой современной техникой, благодаря ей можно будет проводить исследования, результаты которых, возможно, внесут свой вклад в очищение водной поверхности и почвы от нефтепродуктов и других органических загрязнителей. Это способствует в первую очередь, как вы уже сейчас говорили, конечно, повышению качества образовательного процесса в УЗИ. Это, само собой разумеется, за счет привлечения студентов, аспирантов, магистрантов к реальным научным проектам, которые проводятся в рамках инжинирингового центра. Сегодня Госуниверситет в цифрах – это 8 корпусов Магаси, Назрани, Сунжи и Гамурзива, 10 факультетов и 42 кафедры, более 10 тысяч студентов, 400 преподавателей, в числе которых более 40 докторов наук. Образованию в регионе уделяется повышенное внимание. Тому доказательство – студенческий городок в столице. Начинался этот городок с общежития студенческого на 310 мест, где сейчас проживают студенты, аспиранты. На этой же площадке построен бассейн. Это в 2012 году введен в эксплуатацию бассейн, где занимаются и студенты нашего университета, и команда, которая вновь создана, которая практически с нуля начинали и уже добились определенных успехов. Общежитие для профессорско-преподавательского состава. Квартиры трех, двух и однокомнатные. Там проживают и преподаватели, и молодые специалисты. Это общежитие во многом помогает удержать молодежь здесь, потому что чаще всего молодежь пытается выехать. Пожалуй, самая большая гордость вуза – это новый учебно-лабораторный корпус в Магасе. Шестиэтажное здание построено в форме открытой книги. Современные аудитории, учебные римские кабинеты с мультимедийным оборудованием и многое другое. Все делается для вас, для подрастающего поколения. А ваша задача – самая маленькая, самая простая. Прилежно учиться. На открытие нового корпуса в Ингушетию приезжали почетные гости. Мы очень радуемся успехам университета. Я очень радуюсь успехам каждого студента нашей страны, потому что, окончив университет, он продолжает творить на благо нашей великой страны. Нам, наверное, уже будет стыдно, если мы не будем учиться, раз нам предоставили такие условия. Выезжали и в Чеченскую республику, выезжали и в Ставропольский край, бывали и поездки подальше. Но, знаете ли, вот именно начиная с этого года, находясь в этом новом корпусе, подобного я не видел в других университетах. От теории к практике для студентов юрфака в новом корпусе подготовили самый настоящий зал судебных заседаний. Будущие юристы ставят здесь инсценировки судебных процессов. Была инсценировка семейного процесса по семейному праву, организованная в кафедре гражданского права и процесса. Постарались не только уловить все моменты судебного процесса, но и включить актерские таланты. Ингу считается самым молодым классическим вузом в стране. Тем удивительнее наблюдать за его развитием. 23 года интенсивной деятельности по всем направлениям вывели вуз в ряд современных и перспективных научно-образовательных комплексов. На базе Ингу в новой научной библиотеке ежегодно проходят всероссийские и международные научно-практические конференции, форумы и круглые столы. Студенты и преподаватели вуза становятся победителями различных конкурсов и олимпиад. И не только научных. Футбол, плавание, шахматы и танцы. Студентам, конечно, трудновато бывает совмещать, но студенты у нас такие, знаете, молодцы. Они успевают и учиться, и участвовать в КВН, и в танцевальном. И вообще такие у нас ребята активные. Руководство университета не собирается останавливаться на достигнутом. Много еще предстоит делать для развития студгородка в Магасе. Дальнейшее развитие мы видим в строительстве корпуса естественных научных дисциплин, где будут располагаться факультеты химико-биологические, физико-математические, медицинские, медико-диагностический центр, затем студенческий центр, досуговый центр. Ну, еще есть такая надежда, что у нас может получиться строительство стадиона, поскольку, к сожалению, у университета до сих пор нет собственного стадиона. Еще одно направление – международная деятельность. В Ингу учатся студенты из разных городов России и Южной Кореи. Два года назад мои друзья уже здесь учились. Они говорят, что здесь нравится и хорошо для учиться, потому что наша преподаватель очень хорошая преподаватель. Мы изучаем разыгинку, мы изучаем ингузский язык, мы тоже изучаем. Возможно, в скором времени в Ингу высшее образование будут получать и студенты из Саудовской Аравии. По крайней мере, такая мысль была озвучена на недавней встрече главы региона с делегацией из Катара. Зарема Ивлоева, Залина Могушкова, Рамазан Миржоев. Новости 24.